Итак, дорогие друзья, всем привет, доброе утро! И сегодня у нас урок из Цфата. Можете посмотреть Цфат, видите, как красиво. Из города Цфат. Из города Цфат святое место. Святое место считается по святости. Был даже спор, что более святое место Иерусалим или Цфат. В свое время был такой спор. Но когда приезжали мудрецы сюда еще где-то лет 300 назад, 400, 500, они думали, куда поехать, куда поехать, где жить. И кто-то выбирал в Цфат, кто-то выбирал в Иерусалим. Но мы сейчас находимся в Цфате. Поэтому сегодня урок из Цфата. Вот для Инстаграма, вот для Фейсбука. И мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона. Притчи царя Соломона. Вот такой красивый здесь зал. Когда-нибудь с Божьей помощью здесь проведем, может быть, какой-нибудь семинар воикра. Посмотрите, какой зал красивый. Такой прям старинный этому дому. Где-то лет 300-400 этому дому. Все такое здесь старинное. Видите, как раньше было. И тут похоронен Ария Кадош. Это очень известный один был раввин такой, да, через которого мы знаем. К нам пришли знания многие про кабалу, про то, как устроен мир. Все эти глубокие такие вещи. И вот сегодня у нас урок из Цфата. Значит, но мы продолжаем изучать то же самое, что мы изучаем последний, наверное, год уже. Мишлей, притчи царя Соломона. Но, надеюсь, вот есть места такие, где больше святости, да. То есть, что такое больше святости? Это место... Вообще, что такое святость? Вот мне вчера интересно. У меня есть в Инстаграме еще в 6 вечера я отвечаю с понедельника по четверг на вопросы. Называется «Шоу Ицхака». Шоу Ицхака, да. Такая, как передача. И мне вчера задали вопрос, что такое духовность. Духовность, святость, что это такое? И я очень вчера задумался на эту тему, когда отвечал на этот вопрос, что святость, святость, это... Вот есть материальность, есть духовность. Это как два разных мира. Мир материальный, мир духовный. Причем духовный мир, он первичен. Материальный мир, это как проекция, проекция отражения духовного. Это вот, например, вы сейчас меня видите, вы меня видите как бы, да, в материальном виде, вот на экране своего телефона или компьютера, но чтобы я у вас оказался в телефоне, к вам летят нолити-единички, нолити-единички летят каким-то образом по воздуху, по всему миру, то есть я сейчас в свой телефон что-то говорю. В этом телефоне то, что я говорю, звуковой сигнал и световой сигнал преобразовывается в электрический импульс, электрический импульс записывается в какие-то кодовые, какие-то, ну вообще непонятно мне, вот сама эта история нолити-единички для меня вот, вот самая таинственная история для меня в жизни это нолити-единички, которые передают всю информацию по всему миру через, вообще по воздуху, летят по воздуху нолити-единички. И я долетаю, кто-то в Гродно, кто-то в Нью-Йорке, кто-то в, ну как, это чудеса, но это все равно нолити-единички летят по материальному миру, это еще не духовный мир. Но есть духовный мир, который, он даже не нолити-единички, мы не можем своими органами чувств физическими его ощутить. И чем человек ближе к духовной, вот это вот духовный мир, и святость, святость, да, это отделенность от материального, то есть чем больше человек отделен от материального, тем он более святой. Есть в Торе такой приказ, нам Бог сказал, что к душим тию, тикадош анея шамилла кихем. То есть будьте святы, потому что свят я, Бог всесильный ваш. То есть есть Бог, Он не материальный мир, Он создал и духовный мир, и потом материальный мир, и Он все это снабжает энергией, и Он установил все законы, и все это Он. Вот это вот то, что такое духовность и святость. Теперь, когда мы, есть места, где этой святости больше, почему? Люди, которые ищут в этой жизни святости, есть люди, каждый что-то ищет, каждый человек что-то ищет, кто-то ищет удовольствие, кто-то ищет признание, кто-то ищет безопасности, кто-то ищет еще чего-то, да, у каждого есть вот именно, что он в жизни ищет. Кто-то покоя, а кто-то наоборот приключений, кто-то хочет близости семьи, а кто-то хочет свободы быть сам. У каждого из нас есть свои какие-то внутренние устремления. Есть люди, у которых есть устремление к святости, к Богу. Они говорят, меня этот мир материальный просто не интересует. Шлом Амелла, мы изучаем его книги, он говорил, «Аколь эвэль эвэлим, все в этом мире это пар паров». И он как бы стремился, а что не пар паров, что настоящее. Он говорит, а настоящее это связь с Богом, это настоящее, к этому стоит стремиться. И когда в каком-то месте собираются такие люди и делают какие-то действия в сторону увеличения этой святости в мире, то есть они приводят божественное присутствие как бы в этот мир, соединяются с Богом. В этот момент вот эти места становятся как порталы соединения между духовным миром и материальным. Самый такой мощный портал соединения между духовным миром и материальным – это храмовая гора. Называется это Шара Шамаем, ворота в небо. Как это место стало порталом? Я слышал, что на этом месте был создан Адам Решон, первый человек. Есть на этом месте, там стоял храм, на этом месте Авраам приносил жертву Ицхака, на этом месте Яков когда шел, он остановился в этом месте и ночевал. То есть есть некое место, в котором люди, которые были соединены с Богом, они в этом месте совершали какие-то действия по соединению с Богом. Теперь это место стало как бы порталом соединения между духовным и материальным миром. И когда человек, который ищет духовность, есть люди, которые ищут духовность, ищут святость, ищут близость к Богу, они могут найти это или в индивидуальном плане, изучая Тору, изучая про Бога и выполняя заповеди Бога, то есть каждая митцва, каждая заповедь это как свеча, помните мы учили в Мишле, что заповедь это свеча, то есть каждый раз ты выполняешь волю Бога и ты зажигаешь свечку, зажигаешь заповедь, зажигаешь, или есть места, в которых зажигался костер, прям реальный костер, сейчас я как раз вспомнил, рядом есть такое место, гора Мирон, может быть сегодня мы туда поедем и там похоронен, там похоронен Рабишиман Барьюхай и в момент, когда он перед смертью умирал и он передавал тайны Торы своим ученикам, было такое, как свет был, как пламя такое над ним и в этот день, этот Лагба Омер, 33 день счета Омера, в этот день собираются и зажигают там костры по всему Израилю, вот этот символ, вот этой святости и духовности. Потому что что такое костер? Это когда материальное, оно переходит в другую форму, в энергию. Были дрова, стали огнем, то есть это как бы материальное переходит в другое состояние, в другое состояние энергетическое, световое и так далее. Теперь, значит, вот сват считается одним из таких мест, могилы, где похоронены праведники считаются одни из таких мест, я думаю, потому что здесь тоже получается праведник, из него выходит, из его материального тела выходит его душа и как бы это место, оно является, ну вот, местом вот этим, тоже таким порталом. Хорошо, теперь, а мы, самый большой портал это Тора, потому что написано, что нермитсва, заповедь это свеча, в Тора, Тора это ор, это свет. То есть, когда мы изучаем Тору, мы изучаем книги пророков, царь Соломон был пророк, то в этот момент, когда мы изучаем книгу пророков, то мы зажигаем, мы не зажигаем этот свет, то есть мы зажигаем свечку, это как стартер, заповедь это, изучение Торы это заповедь, мы зажигаем эту свечку. И в этот момент сверху включается свет Торы, который освещает полностью мышление и который освещает душу человека и делает человека каким святым. А как узнать, кто святой, кто не святой? Знаете, интересно? По радости. Радость это святость. То есть радость, она показывает, что у человека, у него все хорошо, а негативные эмоции, они показывают, что у него внутри есть какая-то такая сопротивление, ему не нравится что-то, мир, что-то ему он недоволен все время. Это явный признак того, что у человека есть внутри какая-то сложность. Хорошо. Теперь в 18 главе мы дошли до того, до отрывка номер 15. Написано здесь так. Лев навон икне даат, в озн хахамим тивакэш даат. Значит, сердце навона, навон это человек, который, мы знаем, качество бина есть такое. Бина это понимает вещь из вещи, то есть он глубоко понимает причинно-следственные связи. Его интеллект работает так, что он берет любую какую-то идею и он откуда она пришла, куда она ведет, из чего она состоит. То есть он умеет строить в своем интеллекте логически и разбирать какие-то идеи. Это называется бина. Теперь хохма. Хохма это божественная мудрость. Бог сотворил мир и Бог сказал, Бог сказал, что вот это добро, это зло, там десять сферот, берешит барай лотим, вначале Бог сотворил небо и землю. То есть это хохма, божественная мудрость. Хохму мы можем только принять от пророков. То есть Бог передал, пророки получили, мы услышали, поняли, запомнили. Теперь вот смотрите, как написано. Лев навон, сердце человека вот этого сообразительного, который умеет логически разбирать идеи. Икне даат, оно приобретет даат. Что такое даат? Даат это познание, даат это та картинка, в которой живет человек. Каждый человек живет в своем даате. То есть вот тот мир, который я воспринимаю, этот мир, который я создаю своим восприятием. Теперь дат человека. У всех есть дат. То есть у сумасшедшего, у него картинка все время, она скачет, он не понимает, у него в этой картинке, у параноика забегают все время какие-то опасные штуки, у невротика, я не знаю там, как он думает. То есть когда у человека нет дата, у него нет четко, вот мозг его не может удержать четкую картину и создать ее. Это называется душевное расстройство или сумасшествие. Но у людей, которые считаются нормальными, у них вроде бы картинка устойчивая. То есть он сам каждое утро просыпается примерно с одной и той же моделью мира в голове. И у него, если происходят изменения, то они происходят плавненько. Это считается нормальным. Хотя многие психологи говорят, что нормальных нету. Нормальных нету, есть недообследованные. Потому что если копнуть в восприятие мира любого человека, мы все воспринимаем мир по-разному. И у каждого есть там какие-то сбойчики, которые пришли из прошлого. Теперь значит, говорит нам царь Соломон. Лев на вон, сердце мудрого приобретет познание. Оно все время строит познание. И мудрый человек вот такой вот, он все время ищет, он как бы хочет сложить свое восприятие мира из пазлов самых лучших. То есть как он пытается, умный человек, он одевается правильно, он занимается спортом, он правильно питается. Также он свою модель мира, он хочет сложить из самых лучших пазлов. И он понимает. Так, секундочку. Вот пророки. Да, действительно не доказано. Ведь только пророки могут зайти в духовный мир. Но верит мне Моисею или не верить? Машарабейну. Если я ему верю, говорит человек сообразительный, значит, Тора с неба, есть связь с Богом, у меня есть вечная жизнь, у меня есть рай, есть некая система. Я ему верю. Я верю, что тысячи лет евреи, они не могли жертвовать своими жизнями. И вообще вся история еврейского народа доказывает уникальность вообще вот Торы и этого знания. И, ну, то есть, человек думает, да, я беру этот пазл в свою картину мира, в свой даат. И вот написано, сердце человека сообразительного, оно приобретет даат, приобретет познание. Визозен хахамим, а уха мудрецов хахамим, тывакеш даат. Оно будет искать познание. Вот тут есть разное. Вот смотрите, есть человек, он просто умный, но не сообразительный. То есть, он умный, это значит, что он умеет понять и запомнить, но у него нет вот этой вот глубины, логика, выводы, причины, следствия. Значит, такой человек, он просто хахам, он ищет божественную мудрость. Он изучает Тору, понимает, запоминает и строит свою картину мира, свой даат, свое познание. Сообразительный, он может делать причинно-следственные связи, он глубоко копает. То есть, он берет немного материала, и он его раскрывает, раскрывает и соединяется с Богом. То есть, здесь комментаторы Малбим объясняют, что есть такие мудрецы, которым нужно все время идти за знаниями к другим мудрецам. То есть, он сам может только принимать и запоминать. В Пертьевод мы учили, что был такой Раббан Йоханнен бен Зака, он был глава еврейского народа около двух тысяч лет назад. И в Пертьевод написано, что было у него пять учеников. И когда он описывал достоинства каждого из них, он говорил про Рабби Элеезар бен Урканас. Он говорил про него, что он бор сит ше-эн-эмэ-беттипа. Он как колодец, обмазанный глиной, что не теряет ни одной капли. То есть, все, что Рабби Элеезар бен Урканас слышал от учителей, он все это запоминал. И он был просто, он говорил так, я не скажу вам ничего, чего бы я не слышал от своих учителей. Он был как колодец, который собирал Тору от своих учителей. Это как раз вторая часть отрывка. Ухо мудрецов собирает, просит познания. То есть, познание Бога, познание Торы, они учатся, ищут все время, у кого учиться. Первая часть говорит о Раббане Йоханне бен Закава. Он написал, у него было пять учеников, но нас интересуют первый и последний. Значит, первый это Рабби Элеезар бен Урканас. Он был колодец, который не терял ни капли. Это вторая часть отрывка. Ухо мудрецов, оно ищет познания. И последний, пятый был Рабби Элязар бен Арах. Про него говорил Раббан Йоханне бен Закай, что он был Майян Амид Габер. Майян Амид Габер, он был как источник, который бьет из-под земли и создает новое. То есть, он был тот, кто мог взять кусочек маленький из Торы и из него восстановить всю Тору. Понятно, да? Но опасно, когда мы встречаем такого человека, который из себя, вот у него сердце такое сообразительное, и он приобретает дат, есть много к нему всегда вопросов. Потому что, а действительно ли это так? И поэтому мы больше полагаемся все-таки на традицию, которая шла все время от учителя к ученику, когда есть, кстати, к уроку каждому прилагается книга «От Синая до наших дней». Здесь четко традиция передачи Торы, которая не прерывалась от Машера Бейну до наших дней. Эта традиция, она изложена в Шухонорухе, есть такое как сборник законов, Талмуд Вавилонский, Талмуд Иерусалимский. И когда приходит человек и говорит «Я знаю, вот у меня есть личное вот то, что внутри я там понял», да, к нему, к такому человеку есть всегда у традиционных ортодоксальных раввинов есть всегда вопросы, что понял, не понял, это мы не можем проверить. А то, что Равьосов Каро понял, у нас есть записано, прописано, накрытый стол. Теперь это был у нас какой отрывок? Это был пятнадцатый отрывок. Теперь шестнадцатый отрывок, он нам дает, выводит нас в сферу вообще человеческих взаимоотношений. Очень он полезный для тех, кто, вот сейчас есть такая модная тема, называется она нетвертинг, создание отношений, создание сетей и так далее. Здесь нам говорит царь Соломон мудрейший из людей. Это прямо вот вообще другая вообще система, то есть то мы говорили про глубинное постижение божественной мудрости. Сейчас мы говорим про материальный мир. Написано так. Матана дам ярхив ло, вэлифней кдулим янхэну. Значит, Матана дам, есть люди дающие. То есть есть люди, которые любят всем давать подарки. Матанод, они просто вот такие хорошие люди, иногда это доброе слово, иногда это, вот есть один из самых таких преподавателей, преподавателей вот этого нетвертинга, мой друг Дил Питер Сил. Вот он каждому хочет сделать хорошо, накрыть, сделать. Он, это называется ишматан, человек, который дает подарки всем. Независимо от того, плохо человеку, хорошо человеку, богато, он бедный, он старается каждому дать что-то хорошее. Это называется ишматан, написано расширяет это ему, ярхив, оно ему открывает, ему открывается мир. Почему? Потому что тот, кого любят люди, того любит Бог. Тот, который много дает другим людям, то он по равновесию должен много получать, да? И тот, кто именно его установка по умолчанию давать, ишматан, ярхив ло, ему раскрывает, ему там его знают, здесь его знают, там ему помогут, здесь ему помогут. То есть, это очень, открывает ему совершенно новый уровень жизни. Теперь, в элифней к долим Янхену. И перед двелитями он будет стоять. Значит, как это работает штука? Я недавно читал книгу, которая называется «Как продать акулу за 12 миллионов долларов». Эта книга рассказывает о современном искусстве, о том, как устроен этот рынок. И там в первой же главе говорит вот этот вот автор этой книги. Он говорит, есть вопрос, как продать акулу за 12 миллионов долларов. Но давайте посмотрим, кто купил акулу за 12 миллионов долларов. То есть, есть известное произведение современного искусства. Его Херст, Херст его, по-моему, фамилия. Он взял акулу, ее законсервировал в формалине. И она стоит 12 миллионов долларов. Значит, это один из арт-объектов современного искусства, очень дорогих. И он, значит, задает вопрос автор книги. А кто купил за 12 миллионов акулу, которая... Ее когда поймали, то эта акула стоила 3 тысячи евро. Формалин, тысяча евро. Аквариум, 5 тысяч евро. То есть, ее себестоимость заплатили художнику. Главное, интересно, ему художнику, этому самому заплатили за это произведение 40 тысяч евро. А как потом она дошла до 12 миллионов евро, эта акула? И он говорит, давайте посмотрим, кто ее купил. Купил ее человек, владелец инвестиционного фонда по фамилии Левин. Он купил эту картину... Левин или Коин, вот его фамилия. Коин, Коин его фамилия. Купил он эту картину, потому что... Эту акулу... Потому что он заработал официально после уплаты налогов за прошлый год 500 миллионов долларов. То есть, это его был... В принципе, эта акула, это его недельный заработок. То есть, 12 миллионов долларов, это его недельный заработок за предыдущий год. А что он сделал с этой акулой? Он эту акулу подарил музею. Зачем он купил акулу за 12 миллионов долларов и подарил музею? Потому что в попечительском совете этого музея, там Метрополит, какой-то очень известный американский музей, находятся бывшие президенты США, то есть находятся великие люди, которые считаются вот именно глава, как бы глава этого мира, такие прям они вельможи, да, вот как здесь приводится к долим, да, то есть они как бы люди, обладающие властью, авторитетом и так далее. И он с помощью этой акулы входит в попечительский совет музея и он с ними соединяется, несколько раз в году они собираются, там о чем-то разговаривают и так далее. То есть это был его входной билет в круг вот этих вот к долим. А почему именно музею дают деньги, почему университет Гарвард, например, его фонд 30 миллиардов долларов, почему они жертвуют деньги. То есть когда человек начинает не просто, есть люди хорошие, которые всем помогают, давай, чаек, налью тебе то, то, вот вам подарочек, здесь вам подарочек. Это он расширяет себе коммуникацию с людьми. Но если он делает что-то большое и дарит подарок городу, дарит подарок там еще кому-то, да, как Давид Ройтман, он подарил, например, поставил огромную мизузу, да, на площади перед, перед котелем, да, перед стеной плача. Понятно, да, идея? То есть если человек хочет, чтобы у него были хорошие отношения с людьми, он должен стать проводником добра, и он должен стать ишматан, то есть человек, который дает. Человек, который хочет только забирать, в этот только забирать, он все время дайте мне, дайте мне, дайте мне, мне не хватает. Он создает с людьми, наоборот, сложности трения, и у него ему не раскрывается, а наоборот закрывается. Все, вот мы сегодня изучили две очень важные темы. Мы изучили первая тема о том, как два пути к постижению Всевышнего. Постижение Всевышнего это изучать Тору и потом размышлять о Торе, то есть если человек такой сообразительный, то он может потом эту Тору переваривать, переваривать, и у него будут ему открываться все время новые-новые глубины и вершины. И второе, что надо быть человек матан, человек, который дает, который помогает, который хочет сделать добро. И вот мы, например, во Икра, мы стараемся сделать всем добро, дать больше уроков, поэтому просим вас очень сильно, делитесь уроками со своими друзьями, делитесь уроками со своими близкими, подписывайте их, подписывайтесь тоже. Мы хотим создать такое сообщество, чтобы преподаватели Торы могли делиться знаниями Торы, и те, кто хотят получать знания Торы, могли их получать в любом месте мира, в любое время и абсолютно бесплатно. Удачи всем и успехов! Инны Соколи, ей выздоровление, на нее упал шкаф. Вот бывает, и она очень сделала вывод, что ты не знаешь, что с тобой завтра будет. Прям девушка, хорошая девушка в детский садик с детьми, и просто вот я читал ей, желаю здоровья, выздоровления, и на нее упал просто, упал шкаф. И у нее там рассечение, синяк огромный, все. Слава Богу, осталась жива и ходит на уроки. Все, удачи, успехов, выздоравливай, Инна. Всем пока, всем до завтра. Завтра в 10 утра мы уже помощью встречаемся. Счастливо!